Одна из самых быстро развивающихся сфер в Дагестане – туристическая. На протяжении нескольких лет в регионе сохраняется динамика роста турпотока. Красоты страны гор пользуются большой популярностью в стране и за рубежом. Профильное министерство делает все, чтобы отдых стал безопасным, создает инфраструктуру, оказывает поддержку занятым в отрасли. Чем запомнился 2023 год, расскажет Марат Чурюмов. Около 1 миллиона 700 тысяч человек выбрали Дагестан как место для отдыха в минувшем году. Не теряют популярности Дербент, Хунзахский, Гунипский районы и другие локации. А объём услуг туристской индустрии превысил 15 миллиардов рублей. Страну гор путешественники выбирают независимо от времени года. По прогнозам экспертов, в холодный период регион посетят около 160 тысяч человек. Нам очень нравится. Первый раз на дюнах. Шикарное место. Рассказали очень красиво. Очень интересные истории, легенды ходят. Только что из Сулатского каньона на катерах катались тоже. В Дагестан невозможно объехать даже за неделю, мне кажется, за месяц даже невозможно. Столько мест красивых. Туристической меккой остаётся древний Дербент. Богатая история, крепость на рынкова, узкие лодчики магалов, тёплое море и вкусная кухня. Город в этом году посетил президент страны Владимир Путин. Он осмотрел ряд туристических объектов и высказывался о настоящем возрасте Дербента – 5000 лет. Есть такие легенды. Никакие это не легенды. Это то, что с 1971 года исследования идутся из партнерологического. И даже вот тогда уже пришли куруны, что первые поселения здесь были предательства. Сейчас администрация реализует проект стоимостью более 250 миллионов рублей по проектированию туристского кода центра города. Там будут малоархитектурные формы, модульные, сами узлы предусмотрены, городские, подсветка и так далее, навигация. То есть много чего предусмотрено в рамках реализации такой меры поддержки. Пятидневный туристический маршрут «Легенды Дагестана» признан национальным. Развитие инфраструктуры по пути его следованию продолжили в прошлом году. Всего в рамках федеральных мер поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году подписали 68 соглашений на сумму около 200 миллионов рублей. Средства расходуют в том числе и на обустройство пляжей. В рамках развития Каспийского прибрежного кластера обустроят более 6 километров береговой полосы. «Реализация этого проекта позволит оценочно увеличить туристический поток до 2,4 миллионов человек, привлечь внебюджетные инвестиции, создать новые рабочие места около 10 тысяч». По программе развития местных инициатив поддержали в прошлом году 7 проектов. Так благоустроили территорию водопада Табот в Фунзахском районе, установили ограждения и скамейки. Безопаснее стал отдых и на воде. В сезон проводили рейды с целью пресечения незаконных перевозок туристических групп. Продолжается и аттестация гидов. В федеральный реестр уже вошли 106 экскурсоводов. «Соискатели пишут тест. Те, кто получил необходимое количество баллов, проходят на следующий этап. Следующий этап – это уже очное собеседование, которое принимает комиссия. Я возглавляю её я лично. Также в комиссии представителей туристического сообщества, бизнеса, туроператора. Там же представители религиозных конфессий всех трёх». Дагестанская культура покоряет сердца гостей. Всё чаще можно увидеть фотографии в соцсетях путешественников в национальной одежде горцев. Влюбляют в себя и кубачинские ювелирные изделия – женские украшения, серебряная посуда и холодное оружие. В прошлом году Сергей Меликов посетил родину Звата Кузнецов и пообещал возродить Кубачинский художественный комбинат. «Со следующего года начнёт республика, будет комбинат. Поэтому дай Бог, чтобы мы с вами в ближайшее время всё восстановили и былую славу вернусь. Хорошо? Спасибо, спасибо. Но только с вашей помощью, с вашими руками. Ладно? Спасибо. Уже завершена процедура банкротства комбината. Назначен новый директор и выстроен план развития. В нашей региональной программе предусмотрена такая мера поддержки, как субсидирование части затрат на закупку инвентаря именно для мастеров народных промыслов, а также сырья». Совсем скоро заработает маркетплейс, где каждый желающий сможет приобрести понравившийся сувенир. В рамках цифровизации создан и портал «Визит Дагестан РФ». Здесь можно найти информацию о туристических объектах республики, узнать, какие музеи посетить, где отведать национальные блюда. Также на сайте возможно оформить карту туриста. Он позволяет туристу оплачивать свои поездки. Ряд туроператоров уже включились в эту программу наших региональных. И более того, эта карта туриста ещё возвращает часть средств в кэшбэк, как это модно сейчас говорить. Пытаемся таким образом привлечь наших предпринимателей и туристов переходить на цифровые платформы. Благодаря природно-климатическим условиям и историческому наследию Дагестана в регионе развиваются все виды туризма. Так, особой популярностью пользуются специализированные гастрономические маршруты. В меню всё самое вкусное – хинкау, чуду и каша с урбичом. Набирает обороты и агротуризм. В последние годы выросло количество гостевых домов в сельской местности. А что касается промышленного туризма, то гостям уже доступны к посещению Черкейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод и другие объекты. Марат Чурюмов, Джабраил Рабаданов. Итоги года. Специально для программы «Время новостей».